English, motherfucker! Do you speak it? Пытаюсь заниматься своим здоровьем, пытаюсь худеть каким-то вообще образом, пытаюсь учить китайский здесь, потому что я живу в Китае, насколько вы знаете, вот, поэтому, да, отговорок у меня много, поэтому, собственно, видео очень многие сдерживаются, дело даже в том, что у меня даже нет возможности написать сценарий, тупо вот так вот, настолько вот все проблемно, я думаю, я выберу эти выходные и, думаю, выпущу ролик по Игре Престолов и еще там у меня парочку есть идей, но не в этом дело. Сегодня я хотел поговорить о такой, о таком высказывании, что школа или учителя виноваты в том, что дети оканчивают свою жизнь самоубийством из-за ЕГЭ. Тут довольно интересный момент, я очень часто натыкаюсь на такие новости, я даже в Твиттере у себя писал, подписываюсь на мой Твиттер, ссылка в описании, да, что Соколовский написал, мол, девочка что-то самоубила себя из-за того, что у нее там были плохие баллы по ОГЭ, по математике, и там в конце было, математичка-то довольна, наконец. Вот, лично как по мне, это очень странное осуждение, понимаете, экзамен это всегда стресс, любой экзамен стресс, лично как по мне, тут дело даже не в ЕГЭ. Если бы был какой-нибудь другой экзамен, допустим, экзамен по билетам в Советском Союзе, который был, да, или там как в универе проходит по билетам, то, если у девочки реально очень какая-то слабая стрессоустойчивость, она бы тоже покончила с собой. Тут дело далеко не в экзамене, понимаете, ЕГЭ, то есть такое может с вами случиться на работе, когда там, не знаю, начальник вас отругает за то, что вы плохо сделали отчет, или уволят вас, или что-то. Как по мне, это не повод для того, чтобы пойти самоубийца, то есть именно для этого, именно поэтому мне кажется, что дело тут далеко не в ЕГЭ. ЕГЭ не виновата в том, что у кого-то плохая психика, в том числе не виновата в этом и учитель, то есть учитель, ну как, скажем так, учитель виноват немножечко, да, учитель, как немножечко, довольно сильно виноват, но не в том контексте, в котором это все примыкли думать. Лично, как по мне, учитель виноват в том, что он не заметил того, что ребенок оказался не стрессоустойчивым, что у ребенка какие-то проблемы с психикой, и он не уделял этому должное внимание. Да, вот, но то, что учитель требует от ребенка того, чтобы он сдал экзамен, как по мне, в этом нет ничего плохого, нет ничего зашкварного. Это нормальная практика, учителя должны от вас что-то требовать, ну, конечно, не всегда, допустим, я считаю, лично как по мне, я считаю, что учитель должен вас научить, а там делать или не делать, это уже вы сами как хотите, хотите из школы уходить, из университета, это все лично ваше дело, мое дело дать вам свои знания, которые я знаю, то есть там дальше пользоваться ли этими знаниями, вы решайте сами. Лично, как по мне, вот этот способ самый лучший, но при этом, поскольку если ты работаешь в общеобразовательной школе, в том числе, в том числе у тебя есть помимо учебной работы, у тебя еще и воспитательная работа, как бы это странно ни звучало, и также должен следить за учениками, если ты видишь, что внутри, если ты видишь, что внутри коллектива созревает какой-то конфликт, ты должен его решить. То же самое и с людьми, у которых с психикой какие-то проблемы, да, то есть если ученик или ученица, она решая экзамен, ведет себя как-то странно, или готовясь к экзамену, ведет себя как-то странно, психует, говорит там своим одноклассникам и так далее, что я скоро с окна выброшу из этого ЕГЭ, нужно с ней поговорить. Но дело даже не в самом учителе, дело, как по мне, именно в родителях. Как мне кажется, на нее действует огромное давление со стороны родителей, то есть именно родители виноваты в том, что ребенок самоубился. Понимаете, вот допустим, я приведу пример из жизни. Моя мама, когда я собирался сдавать ЕГЭ, моя мама сразу сказала, не сдашь, ничего страшного, ну вот, ну ничего, в техникум пойдешь, ну пересдашь, нет никаких проблем, что-нибудь придумаем, на второй год останешься. Ну, да, неприятно, да, не круто, ну а что поделать, ну жизнь такая, понимаете, жизнь это жизнь, то есть, поэтому ей нужно дорожить, если вы, ну, если вы хотите жить такая, я такую тупость сейчас сказал, но вырезать не буду, поскольку сказал это, я стараюсь записывать одним дублем, ну, чтобы поделиться с вами своими мыслями. Вот, поэтому, как по мне, как по мне, тут опять же виноваты родители, которые заставляли учить, сказали, если не сдашь, все, ремня дам, там, или будешь бомжихой, да, ну, это неправильный подход, это, конечно, это, это насилие своего рода такое, ментальное насилие, которое, как по мне, ну, это очень плохой способ, чтобы мотивировать ребенка на обучение. Нет, вообще нет, как по мне кажется, так не работает, так вы ничего не добьетесь. Да, родители должны поддерживать именно и говорить, что кем бы ты ни стал, какой бы путь ты ни выбрал, ты всегда будешь хорошим человеком, то есть, главное, не забывай, что ты есть хороший человек. Понимаешь, разные люди нужны везде, разнорабочие нужны везде, кто-то должен улицы подметать, в конце концов, да, это, конечно, очень плохой стимул, но, тем не менее, ЕГЭ и высшее образование на этом жизни не оканчиваются, то есть, вы также можете развиваться в своей степени. То есть, ты можешь сам заниматься творчеством, кто мешает заниматься творчеством, вам для этого даже, по сути дела, высшее образование не нужно для, ну, как показывает практика. Да, возможно, вы не будете знать каких-то основ, но при этом вы можете просто практиковаться, и, возможно, даже у вас будет свой зритель, и я не вижу в этом ничего плохого. Поэтому, лично, как по мне кажется, я бы хотел, чтобы на учителей не было такого большого давления в этом плане, и в том числе на систему образования, в ней есть определенные проблемы, но убийства и самоубийства, они ни в коем случае не связаны с этим. Единственное, опять же, мы обсуждали с моим товарищем, который сейчас является админом моей группы ВК, вступать в группу ВК, о том, что правительство сказало, что они готовы к тому, что дети будут самоубиваться, да, что они могут совершить самоубийство, что они готовы к самоубийству. Это, конечно, это идиотизм, как можно было так вообще сказать? Что значит они готовы? Они готовы, что, гробики покупать, давать компенсации, семьям погибших? Это действительно идиотизм какой, это тупость. Но, не знаю, тут нужно, тут нужно скорее, тут нужно скорее вкладывать ученикам мысль такую, что ничего страшного, если вы, допустим, какие-то ошибки, то есть не страшно ошибаться, страшно, страшно умереть. Вот действительно, что страшно. Поэтому, ну, не знаю, учителя должны доносить мысль, что да и фиг, ну не сдадите и не сдадите, неужели это большая проблема? Но, видите, опять же, вот тут как раз-таки идет проблема Министерства и Системы Образования, что если студент не сдал экзамен, учителя будут ругать, учителя могут лишить категории, премии там и всего такого. То есть это действительно очень плохо, понимаете, и поэтому учителя из-за этого такие нервы. Я ни в коем случае не оправдываю тех учителей, которые там бьют, орут на детей из-за того, что те не могут понять ЕГЭ или так далее. Я ни в коем случае их не оправдываю, я просто говорю, что в том числе, в том числе и Министерство Образования может как-то с другой точки зрения посмотреть на эти самоубийства, да, то есть что не бойтесь, не бойтесь не сдать, не бойтесь ошибиться. Этим я, наверное, и хочу закончить, потому что я не хотел сильно как-то, как-то растягивать этот ролик. Просто у меня была основная мысль для тех, кто сдал ЕГЭ, я, кстати, в коем случае, что сегодня должны были сдать люди или вчера экзамен по английскому ЕГЭ. Я очень рад, если вы смотрели мой ролик и написали. Я хочу вам сказать, что не бойтесь сдавать ЕГЭ, не бойтесь ошибаться, не бойтесь проигрывать. Просто знайте, что дальше нужно постараться потом будет, но при этом нет ничего неисправимого и нет вещей, которые вы никак не сможете поменять в своей жизни, если вы не будете оставаться живым. Я здесь понимаю, да, то есть если вы убьете себя, то ни к чему хорошему это не приведет. Хотя все ваши тогда не закончатся, наверное. Ну, я, да, плохой, плохой конец ролика, но тем не менее, ладно, не буду доводить даже до 10 минут, потому что я с вами не из-за денег, у меня их нет в том числе. Но тем не менее, окей, вот такой вот получился небольшой подкаст, спасибо за прослушивание. Ставьте лайки, пишите комментарии, пишите свое мнение обязательно, мне очень интересно действительно ваше мнение, как вы думаете, действительно ли виноваты учителя или же система, или образование, или школа, не знаю, вот это лучшее. Мне действительно интересно узнать ваше мнение на то, что я сейчас сказал. Ну, на сегодня все, ставьте лайки, пишите комментарии и ни в коем случае не забывайте, что английский это слишком изи. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok